всем привет я олечка и вы на канале на даче жить и сегодня я вам расскажу о приятных мелочах которые сделают вашу жизнь проще и номер один как грунтовать и красить потолок и не запачкать то что запачкать не хочется я говорю о стенах а не одежде одежду вы все равно запачкаете и это тогда картонка это обычная картонка и я ее отрезала от коробки из-под техники и она нам нужна как угадать для чего во первых вы будете выглядеть как художник с палитрой ну а во вторых если серьезно то ее можно прикладывать к стене и шпаклевать или красить и так вы не запачкаете стену а также удобно держать картонку под кисточкой чтобы если вдруг что-то у вас капало то капало на нее а не на пол или на одежду но также когда вы держите вверху кисточку по ней если вы красите то будет стекать краска и ее можно также легко смазывать на картонку также можно использовать широкий шпатель но картонку можно потом выбросить а шпатель вам придется еще и мы номер два это вот такая сумочка она стоит всего 450 рублей но зато сколько от нее пользы когда наклоняюсь или присаживаюсь из нее ничего не вываливается очень удобно в работе а также я здесь ношу всегда все самое необходимо это ножик карандаш саморезы разных размеров и дюбеля у меня всегда лежат перчатки и также когда я снимаю видео я сюда кладу аппаратуру и телефон все очень удобно без нее мне бы приходилось бегать по стройке искать куда я положила нож где зарыт карандаш а так все на месте когда я крепила вот эту фанеру мне приходилось ее держать и закручивать саморез если бы у меня шуруповерт был бы на полу то фанера бы просто отвалилась а так как он у меня в сумочке все легко и доступно номер три всегда на стройке имейте при себе большой контейнер когда вы работаете с грязными работами вам нужно постоянно выкидывать мусор удобно его носить с собой и это гораздо удобнее чем выбрасывать мусор в мешки контейнер не мнется и всегда открыт для вас также удобно над ним что-то обрезать весь мусор и пыль будут падать сразу же в контейнер и это гораздо лучше чем на пол потому что если вы не убираетесь в конце рабочего дня то через несколько дней у вас уже будет просто помойка и там будет невозможно работать также удобно болгаркой или лобзиками пилить над ведром четвертое это пароизоляция когда вы уложили напольное покрытие его нужно прикрыть для дальнейших работ то первое что приходит на ум чем же накрыть это пленка но но я использую остатки старой пароизоляции во первых это плотный материал который нелегко порвать даже острым предметом она не липнет к ногам и легко сворачивается в рулон также при этом пыль снесли встает с лихвой конечно если у вас площадь помещения очень большая то использовать такой дорогой материал не стоит но если у вас частичная работа это подложить его туда где вы производите работы очень прикольно еще одно преимущество перед пленкой пленку вы постелили использовали и вряд ли еще раз она вам понадобится потому что она уже испорчена очень сильно и либо она порвана уже а пароизоляцию вы можете использовать много раз и она мне послужит наверняка до конца ремонта пятое стеклотканевая сетка как защита от птичек она у меня осталась после штукатурки стен знаете у нас птички повадили съесть клубнику я понимаю птичкам нужно что-то есть но не мою же клубничку но вот мы с мамой решили применить остатки сетки она мне вряд ли еще когда-либо понадобится очень удобно свет проникает влага тоже а птички не достанут вот и все надеюсь вам понравилось в ходе работы я обязательно что-нибудь еще обнаружу и вам расскажу подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и помните если вы на позитиве то даже самое сложное занятие будет веселым и увлекательным пока пока